Кто этот человек, о котором вы говорите? Да, он сегодня руководитель одного из регионов, Чеченской республики. А с чего он начал? Он воевал с нами в лесу. Вы не забыли про это? С оружием в руках, вместе с отцом, который, отец его, его никто не заставлял, отца, никто не вербовал, никто не принуждал. Он сам пришел к выводу о том, что Чечня должна быть с российским народом и должна быть с Россией. И это выгодно, это соответствует интересам чеченского народа. Это трудная очень трансформация внутренняя, причем она действительно изнутри шла. Я знаю, что вот с этими же убеждениями работает и Рамзан Кадыров. Он бы никогда не стал возглавлять никакую республику в составе Российской Федерации, если бы не был убежден, что это правильный выбор. Вы понимаете, это люди, которые готовы рисковать всем, в том числе и своей жизнью. Как-то он мне сказал такие слова, дайте умереть достойно, они готовы к этому. И вы понимаете, да, но в интересах своего народа. Но надо понимать, что это за люди. Я уже не говорю про то, что это Кавказ, люди горячие, но и становление этих людей, как людей, занимающихся государственной работой на высоком политическом уровне, оно тоже идет непросто. Мы же все люди, мы все из своего собственного прошлого. Но надеюсь, что и руководители Чечни, и другие руководители регионов Российской Федерации будут осознавать уровень и степень своей ответственности и перед людьми, которые живут на их территории, и перед Россией в целом. И к ним придет понимание, что действовать или формулировать свое отношение к тем или иным оппонентам крайними способами – это не значит способствовать стабильности нашей стране, а наоборот – это значит наносить ущерб этой стабильности. И вот если это осознание придет, я уверен, что так и будет, потому что они искренне работают на общенациональные интересы, тогда и не будет таких высказываний. Ну, наверное, в этом есть и мои.